Ситуация одна, связи разные, и так абсолютно на любой аспект. Всем привет, меня зовут Полина Юшкова, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я выпускаю такой милый, уютный ролик, где мы с вами приведем свою жизнь немножечко в порядок. Потому что эти два месяца были супер такими сумбурными, насыщенными. Вот уже через пару дней у меня день рождения, мне будет 18 лет. Хочется немножко провести какую-то ревизию своей жизни. Интересно, я правильно использовала слово ревизия? Хочу подвести какие-то некие итоги за свои 18 лет, просто для себя. Для вас у меня будет отдельный ролик, в моё день рождения оно выйдет. Я вот такая к вам вышла, супер-нейчурал. После душа мы сегодня с вами в ролике уберёмся. Я хочу разобрать свои вещи в гардеробе. Может быть, я просто сделаю ставочку своего оставшегося дня после того момента, как мы с вами болтаем. Сейчас я подсушу себе волосы, потом накручу себе кудряшки, чтобы они за два часика так высохли прям окончательно и просто были волны прикольные. Если вы вдруг за это лето как-то разочаровались в чём-то, в себе или в своём выборе, или может быть, в своём окружении, я вам советую не расстраиваться, а наоборот подумать о том, что классно, я могу что-то в жизни поменять. Я могу добавить чего-то нового, убрать что-то старое. Ведь всегда старое нас тянет немножечко назад, и когда мы освобождаем свою жизнь от чего-то, будь то вещи или люди, то обязательно появляется что-то новое, то есть вы становитесь более открытым. У вас появляется в жизни место, и обязательно там что-то появится, если оно должно там появиться. Может быть, у вас, наоборот, слишком захламлённое пространство внутри себя. Если что-то ушло, значит, так должно было быть. Каждые мои слова можно воспринять по-разному, потому что на то мы и люди. Вот, например, под моим последним роликом про моё поступление собралось много людей, которые негодуют. Типа, почему я не пошла там после девятого на данную специальность? Почему вообще, что я такая литяйка, плохо подготовилась к ЕГЭ? Но это моя жизнь, я воспринимаю её абсолютно по-другому, никак. Люди, которые писали мне эти комментарии странные. Ну, ребят, после девятого класса, во-первых, окружение абсолютно другое. Люди после девятого класса никакие сформированные, как уже в институте. Ну и, конечно же, я иду в институт не только ради какой-то специальности, не ради какого-то диплома. А я иду просто ради себя, чтобы посмотреть, что это вообще такое, что это за такое место, где ты можешь встретить кучу новых людей, у которых уже своя взрослая жизнь. Все как-то по-разному её воспринимают. Так что я просто надеюсь, что вы будете добрее к окружающим и никогда никого не осуждайте, не поражив его жизнь. Всегда любите, оцените, будьте искренними. Ну, максимум с подружками, можете там кого-то позасирать, как бы это я разрешаю. Ладно, что я так лирично затираю вам, будто такая ангелочек. Короче, всё. У меня было такое настроение умиротворённое. Я просто сегодня проснулась в 6 утра, лежала полтора часа в телефоне, потому что я больше не могла уснуть. Я очень мало поспала, поэтому я такая замедленная. Хотя у меня сейчас сегодня много тренировок. Не знаю, как я справлюсь. За этой красивой картинкой скрывается вот это, вот это, вот это. Ой, тюмосенький мой. Кто подписан на мой инстаграм, знает, что моему кочку сделали недавно операцию. Он у нас потихонечку восстанавливается, входит в такой бублике, чтобы себе ничего не почесать, не расчесать. Ну и ещё вот это. Класс. О, кстати. Хочу этим десертиком позавтракать. Ой, я обожаю бутончики байт, у меня тут целый шоколад. Шоколадный кундичный миндаль. Это мой любимый. А, нет, мне ещё нравится македония. Если вам нравится горький шоколад, как мне, то вы зацените. Ладно, перед таким насыщенным днём нужно подкрепиться, так что я пошла готовить себе завтрак. Кстати, хлебцы байт стали новинкой в моём рационе. Я их заказываю на Wildberries, потому что это быстро и суперудобно. У них нет глютена, и это подтверждено международным сертификатом. Так что они подойдут людям с целью ки и непереносимостью глютена. Эти хлебцы мне очень нравятся, потому что у них хороший состав. Такой маленький. Крупа кукурузная, крупа рисовая. Отруби кукурузные, соль морская, пищевая. Всё. Вот у меня кашка гороховая. Сыр, фрёточки. Сейчас я подсушу волосы феном, и потом накручу себе гулечки. Идём убираться в гардеробке. Миллионы километров за Амкадом, там, где молодые органавты. Корабль их с Будуна трясёт, а они на сверхсветовых закладах. Миллионы километров за Амкадом, проходя точку невозврата. Встанет выбор, либо гореть, либо лететь обратно. Какой обратно, конечно, гореть. Барк двигателя на пределе, ясно, солнышко на прицеле. Помешательство мотылька, это проросло во мне, как мицели. И мимо космических мистерий, от сердца к солнцу мы полетели. На волнах одиночества, ФМ, борт юность 89. Я думал, я метнусь туда-обрат, не вернусь к закату. Не срослось, и я об этом накатал квадраты. Куплеты эти повторял, как мантры, повторял, как мантры, повторял, как мантры. В космос чёрный, словно грязь, юность, юность унеслась. Долбит музыка для выживших, но точно не для нас. О том, что солнце убивать, солнце, солнце убивать. Мы летели мотыльками на стрёмных отходниках. Затянулся, отлегло, затянулся, отлегло. Проколол эту галактику ракетой, как иглой. Затянулся, отлегло, затянулся, отлегло. Капсулу супровождали две таблетки НЛО. Я снова не завязал, я снова не завязал. Моя топлива перегар. Чё-то мы уберёмся и закрываем. Делай, как ходит, забой, у меня му. Что-то тут не так. Делай, как хочется, похуй на общество, друг, друг. А не дай расчётся на мне знак качества, друг, друг. Парни не хватчутся, да, я запачу тебя, друг. Скиллы заточенности не табачатся, друг. Делай, как, друг, 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 друг. Хочу с вами немного поговорить о ваших целях. Остаётся буквально месяц до нового учебного года. Кто-то пойдёт в новый класс, кто-то пойдёт в институт, например, как я. Кто-то, может быть, закончил институт, и их ждёт первая, так сказать, проверка себя в реальной жизни, без учёбы. Кто-то, может быть, взял себе какой-то перерыв, академический отпуск или ещё что-нибудь. Неважно, мы все находимся сейчас абсолютно в разных условиях, но мы все способны создать себе гармоничную и счастливую жизнь. И не нужно тратить её на работу, потому что нужно работать для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы работать. Всегда держите эту фразу у себя в голове и формируйте свои цели, свои желания именно в то русло, где вам чаще всего хорошо, вам по кайфу. Работа, она, конечно, может приносить удовольствие, но до поры до времени. От любого занятия, даже самого любимого, от которого просто у тебя глаза горят, нужно отдыхать или нужно как-то варьировать, нужно немножечко себе давать какие-то поблажки, например, в том же спорте. Всё равно утомляешься, тебе нужен иногда отдых, перерыв, работа, хобби, во всём. Нужно слегка освежаться. Будь то купить себе новую одежду, чтобы не ходить в одном и том же школу или на работу, купить себе новую спортивную форму. Это всё ваши цели и ваши желания, которые не нужны. То есть материальный мир, он важен, потому что он создаёт наше пространство, он формирует нашу энергетику вообще внутреннюю. Можем ли мы что-то дать другим, можем ли мы сами с собой существовать. Это очень важно, поймать вот этот баланс. Старайтесь просто держать для себя внутри какой-то ориентир, к чему вы вообще стремитесь. Я стремлюсь к гармоничной жизни, для того, чтобы жить в красивой картинке, жить в красивом теле, жить в здоровом теле, жить с красивой чистой кожей, в хороших отношениях с родителями, в хороших отношениях с друзьями. То есть это всё наши мысли. Мы именно мыслями формируем нашу реальность, потому что как мы относимся к ситуации, так она и будет. Вообще 90% ситуации — это всё наше восприятие. То есть кто-то может рассыпать, пока готовит муку на пол, просто распиховаться, заплакать или ещё что-нибудь, как-то отреагировать очень яростно. А кто-то подумает, пофиг, сейчас уберу. Ситуация одна, взгляды разные. И так абсолютно на любой аспект нашей жизни. Кто-то думает, что цель переехать в Москву, и я там говорю, что вот я не поехала в Москву, потому что там холодно и мрачно, а что на самом деле я просто лохушка и не смогла подготовиться к ЕГЭ. Ребят, нет. Есть те, кто сдали ЕГЭ офигенно. Мне очень много девочек написали, что они там сдали на 250, и прошли на бюджеты там куда-то в МГУ, но поняли, что вообще не хотят это, и нафиг это надо, и я стану лучше поближе к родителям. Это очень важно, найти свое место в жизни. И это место не про место, а место про вот внутри что у вас, внутри вы что готовы отдавать, чтобы получать взамен. То есть всегда нужно чем-то немножечко жертвовать, да, смотреть наперед. Мы хотя и живем здесь, и сейчас, все равно нужно понимать, что жизнь, она сегодня, ну, надеется хотя бы, что сегодня она не закончится. Здесь и сейчас это скорее фраза на такую перспективу того, что а вы довольны своей жизнью сейчас, чтобы вот завтра вам было хорошо. И на протяжении там нескольких лет вам было хорошо. Про это здесь и сейчас, а не про вот сиюмый момент, вот живите в моменте, гуляйте, тусите. Нет, вам нужно все равно немножечко напрягаться, немножечко оставить себе какие-то приоритеты в жизни, потому что только приоритетно мы и живем. Как бы по-другому никак. Сейчас у меня, например, в приоритете это саморазвитие, работа, спорт. Ну, работа для меня это вот YouTube снимает для вас какой-то контент. Я считаю, что это работа, но моя любимая, моя душевная работа, с которой я отношусь трепетом и искренне что-то рассказываю своей души. Вот вы попробуйте просто поснимать там каждый день, помонтировать каждый день. Это все сложно на самом деле. Не каждый на это способен. Если бы каждый на это способен, каждый был бы блогером, каждый зарабатывал бы очень много. Это все о нашей способности чем-то пожертвовать. И это жертва не всегда что-то ужасное, принести в жертву что-то, да? А именно, к слову о том, на что вы готовы выделять время, а на что не готовы. Когда там человек говорит, что у него нет времени, нет. У него время есть. У него нет сейчас приоритета, там, с вами увидеться, например, или вам ответить. То есть у него просто сейчас о другом мысли. Это неплохо. То есть у человека абсолютно нормально, когда, например, в течение дня, ему важно там закрыть какие-то аспекты, вечером, допустим, гулять с друзьями. То есть все очень индивидуальны. Старайтесь не осуждать никого. Потому что когда вы перестанете осуждать кого-то другого за их приоритеты, за их цели в жизни, тогда вы будете счастливее сами у себя, потому что вы перестанете до самого себя докапываться. Потому что когда мы осуждаем других, мы, значит, к себе относимся еще в 10 раз хуже. Я это проверила на практике, потому что в какой-то момент я очень сильно загонялась там насчет фигуры, еще чего-то. И я просто поняла, что я очень много обращаю внимания на фигуру других людей, как-либо их за это критикую. И это очень сильно отражалось на критике в мою же сторону. То есть я сама себя, самой себе не давала вдохнуть абсолютно. А сейчас я смотрю на каждого человека под таким углом, что я не знаю, что у него произошло в жизни, почему он, допустим, выглядит так, а почему этот выглядит так. Меня это никак не задевает. Я просто понимающе отношусь к любому человеку. Ну, если он просто адекватный, вежливый, например, ну, если он как-то коммуницирует с кем-то. Нужно понимать, что в жизни бывает всякое. И когда вы перестанете рисовать себе какую-то картину мира, в которой все должны жить каким-то определенным способом, вам самим станет легче, потому что вы сами не будете бояться пробовать что-то новое и жить... Я уже достала вас, наверное, с волосами с ним. В общем, вам уже будет самостоятельно жить легче, потому что, ну, вы просто от себя отстанете. Просто старайтесь вдох-выдох. Живем, кайфуем, балдеем. Да, нужно напрягаться. Когда я говорю слова «живу», «кайфую» и «балдею», это не означает, что я своими днями живу. Живу такая прям не так хорошо. Я просто на чиле постоянно. Нет, даже для создания данного ролика вы не представляете, сколько усилий я сделала. Я проснулась, я начала с самого утра снимать, я убралась, хотя я очень не хотела убираться. Я сделала себе прическу, я накрасилась, я оделась, я поставила камеру. Ребят, это все не так просто. То есть как бы нарядиться как-либо. Вы-то, может, раз в год куда-то наряжаетесь, а я каждый раз для ролика стараюсь, чтобы вам было приятно смотреть на меня. Но я вам также показываю себя просто без макияжа, как будто немножко растрепанной, потому что это тоже интересно, это тоже какой-то уголок моей жизни, который мне хочется вам немножко приоткрыть, потому что, ну, мы все же люди, я хочу, чтобы вы видели, что я такая же обычная девочка, просто существую, делаю всякую фигню, тоже где-то ошибаюсь. Ну и то, как я уже сказала, ошибки — это лишь у нас в голове наше отношение к ситуации. Мы не знаем, что данная ошибка, чему она приведет через энное количество времени. Так что, я надеюсь, мой монолог вас не всыпил, а наоборот заставил вас о чем-то задуматься. И сейчас будет просто под, наверное, меня не нашпили. Я хочу сделать нарезочку того, как я пойду на тренировочки, пойду на турники, за тест, вот мне прислали. Очень классная фирма, Ракомакофит. Я давным-давно, еще когда у меня там, не знаю, было две тысячи подписчиков, следила за данным, ну, за создательницей данного бренда, а теперь они мне прислали свою коробочку. И просто то, ради чего я работаю, то, ради чего я стараюсь, и то, что кто-то там пишет, что кто не ленивый, вот тот поступил там в МГИМО. Да нет, ребят, просто у них цель была поступить в МГИМО. Если бы у меня была тоже такая цель, я бы тоже поступила. Но у меня нет такой цели. У меня есть абсолютно другие цели, которые я вам показываю при достижении, ну, и немножечко что-то рассказываю, тут как бы так балансирую, потому что не все хочется рассказывать, потому что все меняется постоянно. И, собственно, да, я всех очень сильно люблю, целую и крепко-крепко обнимаю. Надеюсь, что у вас все в жизни хорошо. Пишите в комментариях, может быть, свои вообще мысли насчет этого лета, того, как вы хотите провести август, того, на что вы хотите его потратить, на что рассчитываете в новом учебном году. Ну, об этом мы с вами еще поговорим ближе к сентябрю. Но все-таки я хочу, чтобы вы со мной больше делились своим состоянием, потому что я вас, девочки, кто-то постоянные, мои комментаторы, я их запоминаю по аватаркам. Ну, примерно понимаю, кто что пишет, кто как часто пишет. Вот, так что я все, всех люблю. В общем, у меня сегодня такое, я сонная, ну, я вам уже говорила, поэтому я такая немножко забавная, наверное, разговариваю. Обычно я в роликах более умная. Я напишу про депрессу, целый дом, приколи мне, как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из вида. Я напишу про депрессу, целый дом, приколи мне, как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из вида. Лимона нету, но все же богат. По парапету прет настырный кот, разряд. Разочарован миром, этим кто на что гораст. Сотри с лица гримасу, которая для масс. Я был готов к перепадам, зали все то, что видел глаз, не понял мой мозг. Сотри.